смотрим за пистолетным раундом nip атакует astralis обороняется два набора что интересно саша смотри два набора и нет диффузов это действительно интересно интересно то что никто не решился инвестировать не в флешку а в диффузов blamef и конфиг новички на острие здесь уже три минуса господи разваливается команда nip еще одна флешка на выход через монстр и stag девайс не могут ворваться дальше лаки снимая девайса остался только stag там выбрасывает бомбу или что нет несет ее все-таки обратно к себе на респаун и в итоге сколько там говорили наши ребята в аналитике процентаж взятия пистолетных раундов у команды nip юра показывает 5 но как бы лучше он точно не станет скорее всего после этого раунда фанат дяди мити у нас на стаге да энтропик вперед обмазался наклейками кстати вот на этот глог подходит конечно наклейка энтропик или энтропик ребята мы все еще в поиске правильного произношения названия команды но и так и так в общем то я думаю хорошо ребята красавчики это топ-10 shl tv org сейчас это большое достижение с чем мы их еще раз поздравляем здесь слушай ну как-то дешево отдали базу а здесь астралис как бы стаг вообще не раскрутился в ситуации один в три диффузов нет напомню так пошел первый чекает здесь все-таки погибает астаг но он понимал что нужно где-то рисковать у шведской команды довольно много гранат здесь может быть какой-то хороший выход нет проблем но это вообще было слишком легко который получает просто плюху со скаута идет дальше под шифтом нормально тут глейф через коннектор подключается очень невнятно выглядит пока команда на и пи в этом моменте какой-то тоже не совсем адекватный смог прилетает на экстра что это замок озадачен так сказать у него там уравнение пока не в не получается решить и кампус уже просто пытается выйти на банан на стрельбу но там не дается никто из опорников девайс показал себя уже с а к 47 под туалетами дальше понятно ходу нет там у нас где пикс вообще поджимается а по девятым на туалеты сейчас и может через душевые выйти в спины игрокам команды nip у них огромные проблемы здесь и вряд ли они даже дойдут до плента если честно по позиции гси пикса это явно видно конфиг в упоре готов принимать базу а отличная работа забирает одного вторых второго как же это легко мой кристиан финнеке экономически у нас от nip прогнозируемо я думаю что астралия с прекрасно это тоже понимает девайс на столах погибает раз находит минус по конфигу это было на длине ну и 4 в 4 ситуация плобски открывается через коннектор а стак показывает свою позицию на шарах опять же какая-никакая но информация плобски находит минус по блэйму так а тут уже пошел какой-то тактический фит и астрали смогут проиграть этот раунд так но есть попадание очередное глэйв со скаута как же слушайте а скаут прикольная пушка я вообще не брал вообще почему у нас заработать первый раунд так там увидели только что внедряющегося через детскую площадку блэйма проблема огромная хампус рез его только что убили первый есть дальше нужно еще отыграть удобно где-то для себя девайсу в центре подождать своих тиммейтов подойти к точке а там кстати глэйв который хочет со скаутом пострелять а это уже не сказал это ввп там два ввп да и конфиг с авиком а глэйв уже разминулся с девайсом что весьма смешно и комичный момент здесь конечно николай говорит что пода никого нет там продвижение через лонг девайс чекает банк клэйв находит минус пояс тагу но дело в том что клэйв то не читает в спине своего оппонента да это легчайший фраг для хампуса уже наверное думаю астралис могут подумать над сейвом до бомба довольно глубоко кстати здесь внедрение девайса два фрага от него опять же настолько глубокая позиция оказалась неожиданной для ребят из астралис это первый оружейный раунд для nip и он оказывается крайне дорогим ребят посмотрите на деньги глэйва и конфига лаки тоже важно за сейви сейчас это к 47 плопский конечно тоже с этим не согласен и будет выходить через зиг и пытаться убить лаки найти нужно конечно тоже и будет ли глэйв на этой неприятнышко неприятно да красный у нас остается плопский один сколз-поинтов по идее надо бы поменяться ой нет никто уже не меняется хотелось сказать о том что дайте девайсу этот калаш и взять себя в п но уже конфиг дорабатывает у конфига все хорошо сегодня далеки и неприятные новости для команды nip они подошли только по точку б у них нет контроля вообще над коннектором над видом и тут уже могут даже читать своих противников астралис но пока три человека находятся на точке бэк зиппикс опасно было под стенкой вместе с ним играет на мост и лаки не будет пока что горит нет отходит все-таки моллик разгорается до его расположения рез первый замечает отновой запольников это блок зиппикс хампус разрывает лаки тот не справляется как же неуверенно действует он запретом конфиг деглом блэйм эф вместе с ним тоже забирает реза лейв убивает компаса и конфиг не отпускает девайса как же это было просто для опорников точки б кроме лаки лаки это было опасно чекает болото она занимается довольно активно атакой коннектор тоже под контролем команде nip девайс через пиксель забирает лаки у того не пошло и в этом раунде тоже blame подгорает тушит молотов понимаю что сейчас его будут фокусе через столы но при этом не проблема для блэйма забирают он хампуса 4 в 4 ритейк зига будет от конфига экзипикса или как вообще они будут играть на точке б на рез попытка удивить одного из запорника в этой позиции замечать глава у того даже не было шансов хотя должен был наверно в зуме был не заметил из-за этого девайса тем временем открывается на центре плопский помогает ему с коннектора стак перетягивается ближе к расположению своего большинства к девайсу вернее с бомбой и blamef успел отойти но вот он пока что один на точке а туда же притягиваться конфиг и неужели эта двойка сейчас закроет выход от команды nip у них уже будут неплохие позиции главное раскидать неплохо свои флешки команде nip но пока что они ими не пользуются blamef забирает одного конфиг за дефолт а пока что живет еще одного закрывает он через лево проход будет у нас отрезан нет не получается в итоге остается только девайса него в пп он забирает зиппикса как же он работает против него на уверенность конфиг боже как опять же все шикарно смотри там конечно есть под bs так тот же который может выйти но бомба на длине и при этом поджимается банан blamef убивает плопской как же было важно здесь убить агрессора со стороны команды astralis ай-яй-яй теперь он будет до последнего оставаться здесь нет его снимает хампус но время и гранаты тоже были потрачены опасно глейф было попадание удивляет его девайс дальше выход через помойку рез убивает конфига отлично спасает свой тиммейта и 2 на 3 ситуация такое уже можно брать нужно брать да нужно забирать от раунг зипник силаки на самом деле учитывая то что у них нет совершенно позиции для ретейка может быть даже стоит подумать над сейвом ну и там коннектор плюс монстр в целом расположению nip я так понимаю будут выбивать воду до под флешечку да он должен погибать чтобы еще одно было бы это было очень опасно на самом деле вот первый второй патрон возле уха там пролетели но пока что размен один в один девайс остался на контроле монстра но очередная такая ситуация интересная у nip нет контроля центра нет контроля коннектора они только на b могут выйти но и видишь играют astralis трамба не чувствует здесь смущения пустятся чекают лаки как же неудачно здесь сложилось для него все сразу выходить просто ну да такой момент механические чисто для но он кидал болик под себя да то есть хотел застопить возможную аркаду через монстр сразу же выходил на зим встретил противника без эмки девайс убивает девятку это было глаев все еще за плентом располагается блэйма fx и пикс который так и не смогли найти свои моменты для минусов но вот первый полетел уже минус по истагу где пиксу было бы неплохо перезарядиться до последнего выстреливает весь свой магазин блэйма f ой хампус как же через смок неприятно залетая там блэйма тоже находят это был рез и все следующие бойцы соответственно не от непов там вообще на самом деле ничего не осталось уже в поздних стадиях 242 предлагает паримачку фиг предлагает в очередной раз тот шот блэйв хороший был тайминг но нет законтролил его и стак 1 52 на nip именно такие коэффициенты от паримач на победу на второй карте ну и традиционно баннер по трансляции там вы найдете бонусы и все интересные предложения от наших друзей конфиг ставит конечно жестко сегодня вот он свой минус конечно дает рез понимает что противник хочет забрать себе калаш но в итоге возможно получится этот один отжать потому что один еще и он успел выбросить это тоже было важно у nip это определенная проблема потому что видим что к зиппикс вместе с лаки в какой-то тайминг могут поджаться и понять что нет на люркеров глэйв убивая девайса это было на туалетах минус наперская винтовка блэйма могут не прочекать здесь хотя смоком закрыты туалеты он просматривает только банан выход через дымы для блэйма это легчайшая добыча плопские рез падают тут же я не могу понять что их спровоцировало идти в смог ну то есть вроде как я не знаю девайс просто скорее всего увидел до того как его убили он увидел скорее всего калаш торчащий но опять же вы идете в смог ребята вы же должны понимать чем вы рискуете нужна флешка блэйма будет слепой он даже не успевает отворачиваться от нее хотя она бьется об стенку но это было очень просто для плопские девайса занимается снова туалеты бомба опять же находится у нас там же на длине за спину отвечает николай риц и его тиммейт такое ощущение что повторяют просто предыдущий раунд да не получилось давайте все таки сделаем наш раунд опять же под б никого не было да глэйф увидим остался с а в п на точке б смотрит выход зига и все и это уже три а играет астралиста видишь вот то о чем я говорил опять читаются читаются непы это странно не похоже на самом деле на команду на пик он хочет пострелять а там флешка какая-то была нет нет все таки хампус погибает хотя такое ощущение что он был слепой после своей же плащик он пик дальше воюет лаки сжигает красного плопский после этого выпада и съедая к зипик среза и там торопа на машине не читает и сам к зипик справляется со всеми выходящими противниками это трипл хилл в концовке этого раунда даже даже 2 75 давал паре матч в начале аналитики этого best of 3 алексе я сразу сказал какой вкусный коэффициент да да потому что я сам тебе честно говорю у меня там спрашивало несколько сайтов про прогнозы на этот матч я говорил о том что ну не бы здесь как бы смотрится посерьезней посолидней что куда какие не быть тут еще вопрос да к тому что они делали в перерыве я имею ввиду как они отдыхали от мажора чем они чем они занимались потому что пока что это точно даже не мажорные не пыль это пока не пыль будто вот и не только из так пришел окно как новенький боец но еще и будто и девайс только у нас подошел сова поиграть в эту команду до атаки пока не то чтобы нет это было бы неправильно говорить именно так но она очень очень прямолинейная и не вариативная что ли потому что если у нас уже бомба по дату все точно это будет выход а плавский удивляет blame об лиму бы по придержать коней потому что тоже такие заплывы постоянные у него солныш он вольный художник здесь под базой а то он на фонтане то на детской площадке опять коннектором снова смотри опять мы наступаем на ежи грабли 30 секунд и бомба на банане понятно что не уже не будет перетягиваться какой-то там молик летит уже эти два опорника сейчас могут закрыть весь проход да вот если лаки лаки все еще живет 15 секунд до конца лаки выбивает бомбу конфиг 1 в 2 но это в п на ретейке и конфигу нельзя топать он это понимает нет будет сэвить все таки в этом раунде лучше засейвить потому что и деньги нужны там будет бай конечно от команды остались но это пятый раунд но в прошлом раунде да мы видели как лаки там ошибся до в пол позиции вас ловили глэйф оверпикнул хотя опять же мы понимаем что он чекал за плентом и он должен был где-то выходить конфиг не чувствует ощущение поджимает лонг играет в конфига да и говорила получается говорит ему вот так надо играть брата то ты обычно там фидосе слушай и карты блэйм будто ты знаешь не особо там много играл оверпаса в последнее время потому что вот я смотрю на то как он пытается постоянно агрессивно выпадать просто там постоянно на фишке пикают мираж как бы оверпас редко выпадает поэтому не было практики я уже не знаю сколько времени пытаясь играть энчин вот у меня это не получается проблема это проблема в матчмейкинге на всевозможных платформах ну что численное преимущество ребят для астралис опять же очередной и судя по всему фейсап датского коллектива то есть они ну это было очень просто лаки и пока не перестреливает вообще никого чем это касается точки базе в частности так убивает еще главу на какие красные выходят сюда ребят из команды nip теряет первого битова это был пловский ситуация 3 в 3 при этом зиппикс находится на граффити понимает что в углу за плентом находится и стаку того в п и два в п за атаку и надо бы попасть конечно кому-то из них так точно иначе все будет плохо дефузы есть но при этом отсутствие гранат но стрельба конфига рез отвечает по к зиппиксу дальше так а почему не чекали он же был только что в углу там показывался неужели не дали такую информацию друг другу ребят из команды nip конфиг выпад забирает из тага времени край немного потрачено но опять же рез такое не отдает да и в принципе это уже все взрыв вот здесь видишь здесь не п как-то немножко добавили пластики в свою игру и это сработало вовремя перетянулись там конечно астралисы чекали дугу собирали информацию и вроде как понимали аккуратничают против него nip этот дефолт такой анти поджимный раунд видимо что плопски смотрит коннектор под б потеряли только что хампуса конфиг боже мой вот этого парня сегодня не перестрелять вот узнаете я без понятия кто должен выйти против конфига сегодня в какой кондиции должна быть команда nip для того чтобы его перестреливать но интересно вообще сколько он дуэли выиграл все он выиграл все дуэли я не помню просто дуэль который он проигрывал 19-7 это не так часто помогает конечно команде но он свою работу выполняет в этом нет сомнений рез находится кстати по точкой а он один бомба топот в этом поджим через монстры заканчивается раунд очень быстро тоже ой ну тут я не вот это был бы легендарной сегодняшнего дня так точно это было легендарно и отличный хэдшот от девайса залетая в начале раунда по блэйм опять да блэйм тоже тут но очень активно на самом деле играет защите такое ощущение что эта установка на игру к зипнеx находит фраг по хампусу это где было по всему в коне нет плопские отвечают по конфигу так глэйв забирает девайса тут у нас как-то на всех фронтах происходят локальные битвы ну вот он конфиг падает плопские ответ найден кто должен был выйти против кристиана видны к зиппикс на точке б этом компарно выходит ой-ой-ой астак как же хорошо приседает вовремя лаки заливает на 30 и плопский зарабатывает еще фраг по глэйву который пытался помогать на точке б все-таки это 8-7 лаки конечно не свои тайну это для них дает компания паримач наш партнер на это чемпионат и также бонус стопроцентный на первый депозит по трансляции плопский не дочекали только что конфиг его забирает это было на душевой и вот он минус 20 а что вообще за позиция в пистолетном в защите соло а это вот видишь такой угол которые могут не дочекать вот честно такое иногда происходит ну дочекали ну на то он и конфиг был бы не конфиг был бы я не дочекал но я бы там не оказался конфиг уже двадцатку настрелял красавчик раскидочка у нас готовится на базу а и судя по всему выход через дугу плюс лонг девайс здесь поджимает длину не ждет лонг там зипник слегчайший фраг молик в плен два смока в помойку и в банк легчайший раунд судя по всему пистолетный для астралии но давайте посмотрим все таки должен быть наверное ретейк все еще жив стак хампус и рез есть смог и дифьюз киты ну и смотрим за выбиванием вот ребят из найпи блэйм поджимается в банк есть информация по одному игроку есть информация по второму в коннекторе блэйм пока хладнокровно конфиг делает фраг по стаку хампус отвечает в итоге по блэймур и минус по лаки конфиг отвечает тут же в свою очередь по хампусу последний раз по нему есть информация к зипник ставить точку в этом пистолетном раунд понимал что банан выходит нужно ему туда включиться тут пловский на монстре выход от боем эфа маг десятый в итоге перестреливает противника тут у пловский блайн наверное небольшая ошибка механическая потому что прицел даже не был близко к голове оппонента и конфиг уже зарабатывает свой 23 минус стак встречает только одного на точке б блэйм фармит дальше зарабатывает уже в конце наверное в конце этого раунда 1200 может быть даже больше девайс на девятке остался этот скаут в раунде не поработал даже никого не увидел вообще не нравится мне решение форси здесь не пам но опять же мы с тобой уже говорили об этом в атаке на нюке да и вот сейчас они делают то же самое ну ладно это защита еще здесь можно было бы ну можно было бы если бы у вас была какая-то идея типа в чем была здесь идея 2 кон мы видели ну и три опорника упал вернее тоже два опорника ну не знаю то есть тут ну не знаю 5 в ноль проигрывается раунд и вот сейчас в атаке он смог десятка и тоже показывает киев весьма ну можно сказать у нас три атаки и вот сейчас уже приходит фармить на базу б 1 пошел это истаг блэйм есть по нему информация забирается на 2 есть информация также еще по двум игрокам ребята из и пришли фарме здесь уже конфиг добирает раскидка на точку бы этот быстрый выход на истага его забирает их зиппикс но перед этим он как раз закрыл рейд босса команды остались ну и возможно это шанс для того чтобы взять этот раунд команды nip флешки неповский тут вообще не может никого найти на этом пленте противник уже находится на нем это зиппикс глэйва забирает хампус плопский подключается все таки за плента неплохо попадает булаки но и до бомбы дело у нас дойдет сегодня или нет блэймф не спешит он будет на стрельбу выходить только сейчас так молик под хампуса неплохо кстати может это сработать зонировать хампус айрес вовремя подключается через девятку вот если бы на парочку секунд опоздал бы рез то вот реально мог бы блэймф закрыть одного из опорников за плентом а потом еще поработать против девятки вместе с лаки хорошие флешки при выходе на базу бэбели от команды astralis наблюдаем прямо сейчас раз поджимается под детскую площадку там также жмется лонг на фонтане впфик находит тест тага это было на б на это кстати единственный опорник нужна статистика дуэли конфига флешка на детскую площадку рез забирает 1 дальше 2 глава который хотел выйти на этот размен вряд ли он был слепой конечно но пловский помог и переворачивается раунд в пользу команды nip лаки спускается на пристройку что на коннектор тут над ним к зиппик все еще остается и бомба то была потеряна только чтобы детской площадке вот эта задачка не из легких для датчан блоки хампуса не удивить зиппик тоже там не разобрался то ли свитч девайса потом еще сделал остался только конпи который конечно одному собой забирает но от лопски не уйти в итоге 911 это уже меньшинство в лице единственного эстага на базе бэб было у ребят из nip ну и коэффициенты на ваших экранах 215 на astralis на победителя на карте де оверпас и возможно у нас будет хорошая серия вот и по фарс оформляет лаки глэйв на размене 3 в 4 ситуация дэв девайс играет у нас в туалетах но дальше пока мы видим внедрение от astralis не просматривается забрали коллаж в итоге конфиг с ним но без армора там еще было попадание через стену девайса дорабатывает по противнику битому с юспиком и последний остался глэйв который тоже читается очень хорошо девайсом или все-таки сможет тут глэйв как-то пройти по длине но тут пройти лопски задача наверно невыполнимая для капитана команды astralis да он его находит 11 10 и снайпер который должен находить подобные киллы оформляет здесь первый по глэйву там то ли моликом неудачно как-то бывали игроки атаки то ли просто не понимали как играет девайс в этой ситуации тут хаешка от эстага на монстр тут могут уже перетягиваться ближе к точке б некоторые бойцы команды astralis это касается блэйм эфа который не будет соло играть конечно такой ситуации выход через монстр без гранат пока что от конфига четко пытается ворваться на стрельбу одна флешка полетела у тиммейтов ой вторая какая неприятная уже от команды nips так пытается кого-то найти здесь выходящий конфиг его забирает но сам теряет очень много хп здесь xx тоже на месте лаки за плентом бывает хампуса и не готовы к этому команда nip девайс на девятке конфиг это уже 29 ребята и возможно еще будет и бомба не стоит она у конфига а выйти на а как тебе такое он сейчас спрашивает у своего тиммейта да я хочу с тобой туда пойти за ручку желательно но и rs плопски остаются в шарте без позиции движения в сторону а базы уже точно есть от команды astralis и бомбы будет ставиться именно там блэйм закрывает воду это важнейший минус сейчас для команды astralis плопски ну так и останется сидеть на цементе бомба ставится на базе лопски понимает что здесь происходит если сейчас не получается то противники могут даже выйти на 14 лаки убивая девайса наконец-то от лаки есть что-то позитивное да то есть он выходит на первой фраке тут наверное николай арица засиделся на центре откровенно говоря у него не было там поддержки он рисковал надо конечно вот таких вот моментов для отлаки нужно больше именно почему для уверенности потому что когда ты играешь в команде с такими мастодонтами особенно вот как мы видим перформанс от конфига да который очень много позитива вносит тебе надо как-то выделяться тебе надо вот это вот завоевывать этот авторитет этот респект и таких фрагов должно быть больше от лаки может быть его пускать просто на мясо замечательная тактика чтобы мы его разбили иногда такое бывает что вот например мы не говорим сейчас о прокейсе вот просто микс играет да и у кого-то не идет игра на это часто бывает в каждой катке если мы играем соло да да и все у тебя в команде четыре человека которые не все прямо такие классно выступают и кому-то кто у нас сегодня плох скажем так у него не идет игра не надо закрываться и байтись надо идти вперед да и надо просто звать тащера за собой просто человека который попадает в голову конфига условного но сейчас у него не было бы жить не получается давайте посмотрим концовку этого раунда была опять ситуация уже серия разменов и довольно играбельные здесь в конечном итоге момент для ребят из nip смотрим за ретейком есть два смока есть а вп и есть дифьюз киты тут конечно у гзипикса такая позиция очень коварная сложно будет ее пройти двум бойцам которые сейчас на хелпе находится это хампус вместе с резом blame f тоже ну тут короче непроходимая сетап мертвый на самом деле потому что включается один-второй не выйти на размен в итоге так оно и получается а пловский в это время находился на девятке так вот я мы лаки конфиг да если кстати да хорошо пресс это неплохо было рез имеет деглом он уже не раз это показывал и сейчас тоже по конфигу кстати попадает и не будет кристиана в этом раунде но опять же там только одна м-ка у команды nip весь остальной коры в квартире там должен отыграть лаки хорош вот есть да вот не его уверенность надо было так вот поставить маслину такое чтобы уже почувствовать противника ли глаев с а вп убивает астага это было в коннекторе уже на дуге да тут легчайший фраг по плопски кстати не совсем понятно без контроля куда шел плопски лаки забирает сейчас должен добирать коннектор но не а там дуэль девайсу таки попадает по голове лаки но лаки здесь был успешней в этой дуэлик зипник ставит точку в этом раунде молек да смотри молек на выход шариков наш к на длину там правда близко слишком находится плопски так что он будет не слепой успевает включиться убивает глэйва который неаккуратно сыграл и кривенно говоря убил еще 2 но и стака убили тоже и к зипиксу надо бы забрать бомбу она все еще в яме лежит хампус на перетяжке через зиг и и его ждет конфиг вы подводит сейчас боже мой как же без шансов как же без шансов сегодня просто просто я не знаю что у него сегодня вот как он вообще так попадает на манную кашу волос утра друзья ешьте манную кашу на завтрак и всегда будет вот такое у вас залетать 3 или 2 фрага с отрубами я не знаю очевидно или риса какая-то там было еще яблочко было нарезано может с корицей корицей это тоже неплохо в общем там короче рецепт прост до га конфиг go kill и снова этот сетап который пока что не проходится лаки получает хэдшот но припихает как он это делает жестко плопски в итоге падает последний девайс у него тоже нет шансов против лаки снайперская винтовка которая он отыгрывает с ней но скажем так с переменным успехом здесь хампус уже находит минус по конфигу это было на воде там кристиан пытался в соло судя по всему занять эту позицию ну и рэс легчайшие открытия были у меня конечно сомнения насчет глаева в атаки с вп но видим что нормально все происходит здесь и в коннекторе убивает и сейчас на длине находит свою жертву лаки в итоге оставили в подвалах он будет контролировать проходы через зиг а а тем временем двойка хампуса и девайса подсаживаются за смоком на щите и хотят они найти блэйма кстати очень важно что они прочекали и никого не нашли здесь но понятно уже после этого спрея по плейму информация получена бомба перетягивается под б а она пустое там что ли на девятке один на девятке кто-то один сидит ну да все этот раунд может довольно интересно закончится блэйм эф убивает девайса и люркер люркует друзья сейчас на ваших экранах и за работой один из лучших люркеров в мире контр страйка и на блэйм эф с так на мосту хорошая флешка видимо была хотя там непонятно что делал глейф может быть он с смоком как же широко играет здесь астрали с лаки забирает хампуса и идет стяжка 20 секунд до конца блэйм говорит о том что база а чиста ой-ой-ой-ой-ой он успевает скорее всего да на банане появляется у нас сейчас к зипик снесет этот пакет несет этот торт победные для команды из дании в этом раунде понимает пловский с так что им нужно перетягиваться а тут еще и после молика включается блэйм эф и на помойке убивает пловский видишь как широко сыграли только что астрали это знаешь у нас был ну как был есть на мираже раунд фейк лауд най какая-то действительно была техническая пауза и видимо все таки решили переиграть понятно погас экран экран нам сообщили девайс здесь находит минус по конфигу и численное преимущество оформлено для nip все еще в игре шведская команда пока не отдали 16 могут здесь камбэкать ну и смотрим за действиями ребята из астралис рейд босс пал конфига уже не будет в этом раунде выход на точку б бомбардировка от зипикса через мог пока никого не находят там пловский пытается тоже выживать но три человека в одну линию как же такое вообще никогда не видел да но кстати вот могут конечно не прочитать всех но насколько хорошо разменяется команда в этом раунде nip и пловский убивает лейба который заливает на все пловский чуй лаки не пропускает типикс второго на третьего не читает там хампус ай-яй-яй ариас тоже подключается два минуса пока в игре и выкуривать отсюда девайса который играет на дуге как мы видим с а в п за моликом пока остается николай рис будет шанс это было просто лаки даже не готов к этой перестрелке особо хампус на коннекторе открывается отключает блэйм эфа дальше можно уйти вообще вниз и не воевать за этот миддл отдавайте противника его нет хампус хочет остаться довольно опасно действует хампус убивает еще экзипикса который был уже готов но не убил реза падает от снайперской винтовки глейвен но опять же ну как пройти дальше хампус тут конечно соляру льет пока нет но не в этом случае слишком много соляры видимо было разлито только что под ноги подскользнулся только что хампус а сочи конфиг как бы тоже со своей солярой и у кого соляра будет покруче мы узнаем еще после этого раунда хотя девайс убивает глава конфига не читает девайс на самом деле нет в общем-то не поизолировали ран не раннюю агрессию потенциально от оппонента выход под нее на монстры с так плотки делает по минусы с так забирает уже двоих дальше блэйм отвечает компус серия разменов два в один как же да принимают какие-то такие дуэли ввязываются в эти перестрелки некоторые бойцы команды nip но вот рез там уже успел доработать по последнему на монстре проверить на прочность плопски и эстага а также реза который там окажется на девятку конфиг находит минус по эстагу но опять же мы видим что плопски играет на размены ситуация 4 в 4 примут ли решение астрали заходить прямо сейчас на ба не стягиваются ближе к миду плюс отсутствие контроля коннектора это тоже может повлиять на скорость атаки здесь ребят астрали с ампус там уже просто на выходе ловит он этот хэдшот через боли кампус на этом ладно второй шоу пытался быстро просто добраться до выхода этого и разменять не получилось в итоге только к зиппикс остался последний 45 секунд до конца этого раунда против 3 тут не пропрешь и надо идти на сейв калаша что еще делать там денег не будет на следующий у команды астрали с ну там с пистолетами какими-то или что-то смогут еще дропнуть может быть какие-то калаши еще появятся но наверное хочется этой серии ситуации да да в такой ситуации точно и вот он хампус который спасает свою команду потому что на самом деле я когда видел выход хампуса через этот по x-ray я думал что это все это крах его сейчас убивает это выход на точку а но в итоге и еще и к зиппикс попадает почему-то и наверное ребята хотят выйти по зигу довольно быстро под раскидку пловский забирает одного разворачивается его не убить здесь пловский три минуса лаки только одного с собой убрал это был с так на пленте пловский ай до эйса дело не дошло но рез зарабатывает итоги по пятому и это допы друзья готовы чекать дальше длину там два человека могут оказаться отрез за деревом девайса ой лаки прочувствовал не знаю как у него это получается убивает в итоге реза девайс играет на размене пытается дальше пикать под смог но надо бы отойти он понимает что на миде никого стимейтов нет какая флажка там залетает господи нет лаки не отпускает боже мой что случилось этим парнем на этих допах и дальше понятно что датчане не будут спешить потому что размен благоволит им выпад от хампуса тоже китайца конфигом который наконец-то дошел до своего 32 фрага остались только стак и пловский и все что они могут сделать в этой ситуации это стакнуться и молиться что именно на них будет выход какая флажка так слепой боже мой это уже вторая такая ситуация в этом раунде но понятное дело что после этого фрага будет выход только на точку б потому туда и перетягивается бомба она на руках у лаки а на позиции уже блэйм fx и пикс лопске на хайване получает под себя смог при этом есть неплохая позиция может быть удивление но слышал опыт там уже блэйм прошел на халфу есть информация по плопске он погибает взяли раунд и вы проиграли первый в защите на топах девайса в па врывается на мид оформляет первый килл по глэйвам уже дальше контролировать детскую площадку тут дуэля реза и конфига который выигрывает молодой перспективный швед численное преимущество для непов ну конфига был шанс конечно там вообще очень большой забрать коннектор но как-то он видимо не попал или не ожидал то что так открыто будет действовать против него рез в итоге что мы имеем это два игрока на зиге у команды астралис и блэйм f подходящий по монстру с бомбой пока закрыт смоками он будет попытка внедрения на точку b на эстага плопске и хампуса первый на врыве экзипекс плэйм f боится флешку боится врыва моликом зонируется пока что эта территория и тут уже nip выбирает классная позиция для того чтобы даже ворваться хампус близко играет блэйм f находит эстага нельзя заливать такой раунд ни в коем случае лаки пока не спешит времени еще достаточно чтобы потошнить и даже не пытаться как-то выходить по монстру там перетяжка будет ли же коннектор что ли какой байт как же хорошо это было только что выход на зиг был прочитан это минус от лаки уже три на три ситуация ну и все еще монстр два человека бомба там же 25 секунд лобский пока за смоком на бочках рез на граффити его находят только что как же прощают он красный остается в лапске одного забирает это был лаки ну как же смог коварно действует один только остался рез по нему была информация бомба устанавливается неужели такое разрулит команда астралис да у них получается а в стиле своей до старые добрые до в стиле своей но при этом главе забирает обидчика диме это на коннекторе пока рез пытается тоже играть лаки его не пропускает выход на стай как зиппикс говорит здорово на точку б можно выйти пока можно там только один контролер и кампус как же сложно какие флешки залетает прям в лицо blamef отрабатывает по нему и ты знаешь это будто те самые вот олдовые до опытные ребята из команды астрали с которые до выходят на допы да где-то они ошибаются да где-то отдают очень много раундов подряд противнику но очень хорошо на топах перестраивается вообще то есть они так не играли да и они адаптируются уже они просто адаптируются начинают знаешь вот у них летит пока его просто нет а с другой стороны чуваки есть смотри 28 ну и play my conflict 33 уже как бы но это с другой стороны это пока локомотив который несется вперед и готов забирать себя еще этот раунд и заканчивается счетом 2-0 эту встречу против команды nip конфиг красный остался после контакта с плопске девайс тоже битые 40 процентов у него а тут уход обратно ближе к монстру но учитывая что у нас хампу стосуется один на миде можно предполагать о том что все таки он рано или поздно будет спускаться на коннектор это будет выход на точку б под а в п девайса и без особой раскидки возможно даже при этом видишь смотри астрали сфокусят в четвером базу б да а почему бы и нет они закрылись тот же play mf тоже не будет пушить никуда как они у него это было еще на первой половине да да ушел ушел сейчас на стиле все-таки б и играю 3 плюс 2 а тут еще и я старались хампус напряжет конечно будет напрягать точку а но будет возвращаться обратно и стак убивает одного опорника дальше выпад на лаки тот не смог у него эта стенка вообще не получается в этом матче видишь только я сказала бы саги сделал два киллара с находит минус по конфигу и переворачивает этот раунд для себя не пы но они тоже могут они тоже умеют бомба устанавливается и blame f глэйв должны ответить себе на один вопрос будут ли они до конца играть деньги вроде как ok еще на допах но попытка все же должна залетать но вот был бы хотя бы смог или подберут там уже диффуза на месте смог пока что только на бомбе глэйвэд глэйвэд глэйв встречается с одним его убивает рез но хампус не отпускает уже плеймов глэйв должен сыграть с этим авиком он кстати поджимал длину только хотел сказать об этом и он убивает хампуса лаки на монстре надо аккуратнее сыграть он понимает что в зиге может быть avp часто так играют не только девайс но все ребята которые тут выступают с этим авиком девайс перетягивается уже ближе к монстру дамы стак был на контроле и снова б без контроля пока карты остается команда nip внешний смог от защиты и два смока потратили ошиблись здесь ребята не договорились но такое бывает рез смотрит туда же куда и плопски а именно в коннектор и лаки должен уже твой хороший звук подсадка какая можно еще и плопски подрезать на все четко у команды астралис и возможно это действительно последний рандом конфиг окажется скоро в коннекторе поджимается все ближе и ближе через туалет и плопски и разворачивается и будет помогать своей команде врываться уже дальше на эту позицию а именно b как же долго как же здесь будет сложно что там у опорников еще но есть еще и хорошая хаешка нет но правда ее не ловит атака 28 секунд флешка выпад стенка zip x нет его не пройти лаки тоже помогает рез одного опорника снимают лаки на бочках живет надо так до последнего просто до конца этого раунда выживать выжимать максимум включается лаки и не убивает девайса дальше глэйв с а вп 10 секунд до конца надо ставить бомбу там уже зиг подключается конфиг нет не пройти у конфига даже не было стиль вы в этом раунде потому что команда справляется это победа команды астралис со счетом 2-0 по карта все-таки они смогли доработать на оверпассе заходи 15 секунд это не можно облака присоединяйте если он не может быть болит это о о о о о о о ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА